Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня будет очень мало физики и в основном будет лирика. И первое, скажем так, замечание, это единственное даже, вот я вам точно говорю, это не критика, а это именно чтобы совсем было, я не знаю, там, из 5 баллов 10+, чтобы было единственное, это, конечно, на мой взгляд, вот если бы чехольчик, он был бы какой-нибудь или темного коньячного цвета кожи, или светло-бежевый, то это было бы более так гармонично. Это единственное замечание, то есть, по большому счету, это даже не замечание, чехол здесь из черной кожи, сделан он в Испании, как написано, и, ну, как бы прошит-прошит нормально, здесь лисичка, все хорошо. Вот, и я могу сказать, что сам у себя прошу прощения, и перед вами извиняюсь, что так долго у нас не было обзора на Либар, потому что, ну, было у меня энное количество джентльменов на слип-джойнтах, какие-то побольше, какие-то поменьше, и можно сейчас разогнать телегу на тему того, что все это корнями уходит там в столетия и прочее, прочее, вообще дело не в этом, дело в том, что сам по себе нож, это просто идеал маленького, даже я не могу сказать небольшого, нет, это идеал именно маленького путешественного джентльмена. Я мог бы сказать, что няшность и мимимишность этого ножа зашкаливает, потому что это так, но это было бы неправильно, потому что этот нож очень строгих линий, он очень такой, несмотря на свой небольшой размер, он очень такой прям, здесь классика, и здесь классика настолько по уму сделана, еще и в таких материалах, что просто охренеть можно. В общем, Либар Фокс Найвс, у этого слова несколько определений на разных языках, поэтому я не могу точно утверждать, что имели в виду Фокса, называя его Либаром, мне больше всего нравится испанское значение, этого слова, что означает попробовать, пригубить напиток, сделать первый глоток. Это прям, знаете, наше что-то такое родное. Форма клинка, конечно же, форма клинка, посмотрите, это именно что-то такое микропиратское, нечто необузданное, такой вот маленький-маленький флибустерчик на кармане, потому что здесь чисто визуально, на самом деле даже какая-то микро-рекурва прослеживается, хотя это нужно будет, кстати говоря, проверить, сейчас я не буду проверять, но мне кажется, что микро-такая небольшая рекурвочка, она вот так вот видна, невооруженным, по крайней мере, глазом пока что. В общем, дизайн родной, фоксовский, длина 155 миллиметров, длина клинка 70 миллиметров, ширина клинка 19 миллиметров, толщина по обуху 3 миллиметра, визуально как будто бы меньше, спуски здесь чуть выше, чем от середины, то есть теоретически он даже не особо-то и резачок, здесь как бы такой, ну, трешка, конечно, это немного, но при 19 миллиметрах получается высота, будем считать высота спуска здесь где-то сантиметр, посмотрим, время покажет, в любом случае обязательно что-нибудь порежем, и я думаю, что даже не единожды. Финиш клинка сатин, вес всего 45 граммов, что совершенно естественно, как говорится, легче рюмки водки, рюмки с водкой, сталь Бюллер М390 59 61 единица по шкале Рокула, заявленная производителем твердость, рукоять, натуральная джутовая микарта, или зеленая холстяная микарта, или оливковое дерево, или карбон, вот натуральная джутовая микарта, на мой взгляд, она самая крутая, этот нож, он очень классный, в карбоновом исполнении, он такой более, такой, ну, ясно, понятно, такой модник, такой более современный, оливка, это все понятно, зеленая холстяная микарта топчик, но здесь, ребята, как вот это все просматривается, вот эти вот все именно отдельно взятые ниточки, которые переливаются, как будто бы перламутром, и даже вот эта вот грязька, она именно внутри попала, то есть у вас, по сути, сколько бы вы либаров не купили, у вас все равно будет уникальная рукоять, потому что, так или иначе, какие-то там ножки и крошки попадают в саму рукоять, как вы видите, здесь, в принципе, нет лайнеров, у нас сразу мы видим коромысло замка, и, собственно, ну, красиво, очень красивый нож, просто вот для малыша, это просто офигительно, если бы Фоксы сделали, и я сейчас, я не люблю такое, вот, эх, клиночек у него маленький, был бы побольше, да, но если бы Фоксы сделали бы, вот ровно-ровно все то же самое, но раза в полтора бы увеличили, это было бы просто, это был бы просто секс, потому что он и так секс, а тут просто был бы, ну, был бы взрыв эмоций, хотя, повторюсь, конкретно именно Лебар, он очень-очень сильно меня, не побоюсь этого слова, вштыривает, капитально, я прям действительно, эмоции у меня на жеманские, бьют через край, отверстие, видите, здесь сделано для темлячка, втулочкой обозначено, обязательно нужно посадить какую-нибудь костяную, костяную бусину, что-то такое достойное, что-то такое солидное, потому что, ну, потому что нож заслуживает всяческого ухаживания за ним. Вообще, я неоднократно говорил, что пару-тройку лет назад небольшие, в большинстве своем именно классические, слип-джойнты на породистых сталях уверенно вошли в тренд. То есть, конечно, это все было придумано сто лет назад, но именно, скажем, это возвращение произошло именно в каких-то серьезных, в каких-то серьезных именно производствах и на каких-то серьезных материалах. То есть, по сути, производители решили облагородить ту часть рынка, которая была обделена премиум-материалами. Слип-джойнты с небольшими клинками делались из 440-ой нержавейки для стран третьего нажиманского мира. Там... Это страны третьего нажиманского мира, правильно, в которых стоял плач и стон, потому что ничего там нельзя. Страна может быть очень богатая, она может быть там входить в этот самый грейт 8 и все такое, но при этом ни клинков больше 9 сантиметров, ни замков, ни однорукового раскрывания, ничего нельзя вообще, ни в каком виде. Поэтому все вот эти вот как бы разные такие, ну, такие, знаете, именно ларечные слеп-джойнтики, они делались для вполне-таки серьезных стран, где все запрещено. А люди в этих странах деньгами особо не бедствуют. Вот и появилась за последние несколько лет целая группа замечательных товарищей в классике, в техно-классике, которые мне так нравятся. То есть, это Джентльмены Трил от Лайн Стил, Вайпер Кей, МКМ Рут, сюда же Бистек Джунзи, Лен Ма Тревеллер, тот же самый Ливри или Барад Фокс. То есть, понимаете, это действительно за какое-то недавнее время стрельнула именно вот эта вот тема делать в МКМ, делать в 35-ке небольшие слеп-джойнтики. Раньше этого не было. Раньше это как-то даже если мы берем лет 8-9 назад, это все именно решалось. Ну, у вас, если в стране нельзя ничего носить, кроме того, ну и носите себе эти, как они, опенели до виксы. Потом умные люди поняли, что можно делать реально шедевры, прям шедевры. Вот как ни взгляни. Это здесь можно сколько угодно разгоняться на тему того, что здесь нет замка. Сколько угодно можно разгоняться на тему, что клинок короткий. Сам по себе нож, при всем, при том, что это слеп-джойнт, и он действительно коротенький, это прям такой скальпелечек. Причем этот скальпелечек вам порежет и нарежет все, что вам нужно вообще. Без проблем. Вот. И он выглядит просто охерительно. Охерительно. По-другому и не скажешь. Так, здесь у нас, конечно же, задержка есть под 90 градусов. Вот. То есть, складывать нож одной рукой запросто можно. И при... Ну, нужно очень сильно извращаться, чтобы раскрыть одной рукой. То есть, если вы действительно, где-то он у вас в кармане, и у вас реально левая рука там, ну, если вы правша или правая рука, если вы левша, занята, то можно просто упереть, скажем, каким-то образом именно сам кончик рукояти в край кармана с риском его цепануть кончиком и вот таким образом раскрыть. Ну, это действительно, если прям совсем вы где-то повесили на проводах. Потому что во всех остальных случаях вы просто солидно достаете чехольчик, солидно достаете нож из чехольчика, солидно его раскрываете и спокойно вскрываете посылочку, вскрываете вскрываете какого-то недоброго прохожего, вот, или нарезка запросто, запросто где-нибудь в поезде соорудить себе супер бутербродик и захомячить его, там, отрезать лимончик-коньячку, там, чтобы какую-нибудь попутчицу разговорить и прочее, и прочее, и при этом никого совершенно не напугать. нож просто вот детский, я бы даже назвал в каком-то смысле этот нож запросто можно рекомендовать дамам, но поправлюсь, все-таки на мой взгляд именно Ливри это более дамский такой нож, потому что Лебар, он такой у него реально более агрессивный строй клинка, классный, молоточный хват, да вот вам пожалуйста, совершенно размером с карандашик рукоять я вам могу сказать, что я могу пару десятков ножей привести сразу по памяти, которые строгать будут хуже, чем этот карандашик, потому что там неудобная рукоять, здесь совершенно спокойно, рука практически пустая, диагональный хват, лучше вообще не баловаться этими вещами, почему, потому что так или иначе замка-то нет, правильно, и при каком-то очень сильном подрыве, в общем, вам решать, колоть или не колоть, здесь в любом случае, кстати говоря, при вот таком вот именно джентльменском скруглении рукояти, здесь очень в тему для всяких разных манипуляций, маленькая-маленькая злющая-злющая насечка на обухе сделана, потому что если вы держите, например, нож диагональным хватом, причем здесь усилие нужно прикладывать действительно солидное, чтобы его так подсложить, у вас именно большой палец подстрахован вот этой насечкой, какие-то вскрывательно-нарезательные функции, вот вам, пожалуйста, ребята, красота, красота это стоит на сайт Фокса, как обычно, цену не дает, на Ламни этот нож стоит от 73 евро, породистый, нажиманский, в МК, Микарта, от которой просто теряешь дар речи, и стоит он в зависимости от того, в какую страну поедет, от 73 евро, шикарнейшее предложение, то есть, это действительно, да, мне возразят, что можно похожий нож купить за, там, я не знаю, за 8 евро в любом киоске, в переходе, таких вот именно дизайнов полным-полно, я даже спорить не буду, идите покупайте, здесь реально это прям вот произведение ножевого искусства, да, серийка, но это действительно очень классно, здесь именно материал рукояти, форма клинка, все как сделано, плюс, конечно, нажиманские понты в виде М390, спасибо за просмотр, ребят, мне добавить просто нечего, потому что это действительно, это очень-очень классный попутчик, увидимся! м390, м490, м490, м390, в нем нечего, belangrijk, м390, м490, м690, но это не само, я думаю, маленькими, бинами, м390, м390, Продолжение следует...